Слава Богу! Братья и сестры, сегодня, как уже подметили, прекрасный день. Первый снег у нас здесь, в Айове. Я вообще, вот, земляк брату Валерия, мы жили рядом в Эстонии, где-то 50 километров от Нарвы. И я знаю, что такое снег там. Знаете, здесь это не снег. Помню, мы после служения ехали домой машиной, и такие переносы снежные, и чтобы добраться домой, разгоняешься в этот сугроб машиной, пробиваешь дорогу, темно, фары сразу гаснут, то есть снегом залеплены. Открываешь дверь и смотришь, где же дорога. Ну, слава Богу! Там, конечно, зима немножко посуровее, чем здесь, и морозы больше, и влажность больше. Но, слава Богу, мы ходили на служение в эти снежные, морозные времена. И бывает в городе, знаете, автобусом ездим, и снега уже столько много, в городе снега, уже некуда его девать. Приезжали такие комбайны, они его собирали, грузили на самосвалы и увозили из города. Вот это снег, да. А здесь снега, это нет его, по сравнению с тем. Но, слава Богу, за все, за все, что Бог посылает. Знаете, я сегодня хотел немножко поговорить об одной такой теме, которая, я думаю, касается каждого из нас. Одно место, которое я хочу прочитать, это Римлянам, 8 глава. Мы ее читали в среду, это место, 8 глава, 28 стишок, где говорится, апостол Павел говорит такое слово, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это 28 стишок, 8 главы. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что содействует ко благу? Знаете, в жизни мы встречаем разные ситуации. Вот Руслан напомнил, в Калифорнии, да, сейчас там пожары вот эти. И одни люди страдают, много погибли. Некоторых вера испытывается. Я видел тоже эту запись этого человека, который говорит, мы вышли и молились, и приказали огню, чтобы он не зашел на нашу территорию. И там показана такая линия, там все выжжено, а за эту линию огонь не перешел. За линией границы ихней собственности, ихней прапортии. Огонь не перешел. И это тоже какая-то для одних это бедствие, а для других испытания ихней веры испытывается. И я хотел сегодня немножко поговорить об испытаниях, о наших испытаниях, о том, как мы должны относиться к этому, и какие они бывают, эти испытания, и насколько мы имеем от этого пользу. Знаете, мне пришлось как-то видеть, как машины, на которых мы ездим, прежде чем их начинают продавать нам, их испытывают, эти машины. И есть компания здесь в Америке, они приходят на стоянку дирельскую, берут машины эти новенькие и испытывают их разными методами. Привозили у меня даже в гараже были эти машины после этих испытаний, я смотрел на них, новая машина, и очень сильный сделали боковой удар. Такая большая вмятина, и они делают вот эти испытания. Есть машины, которые они разгоняют и удаляют их где-то в бетонную стену при определенной скорости, чтобы потом оценить, насколько эта машина может выдерживать нагрузку. Бывает, поднимают машины очень высоко и бросают их, для того, чтобы знать, насколько она устойчива, насколько она может выдержать. И я думаю, что все абсолютно, что производится, например, самолеты, я не думаю, что кто-то из вас хотел бы сесть на самолет новенький, который еще не прошел испытания, который не испытан на его надежность, на его прочность, не испытан для того, чтобы перевозить людей, или же товары, или что-то. Прежде всего, его испытывают. Есть такие летчики-испытатели, которые испытывают эти новые машины. И буквально все, вот эти траки большие, семейтраки, я не знаю, если тракисти сели бы на трак, и поехали везти груз большой на трак, который не испытан, которого не испытали, который не прошел испытания, на большие перевалы, на большие спуски. Да, эти траки, прежде чем они пошли в эксплуатацию, они должны были быть испытаны. Испытаны на торможение, на силу, на все. Они должны были испытаны быть. И я думаю, что испытание в жизни каждого человека, оно также имеет большое значение. Большое значение. В жизни каждого из нас. И знаете, Бог, когда посылает нам всякие испытания, Он не ошибается. Он не делает ошибок. Иногда мы, может быть, не осознаем, что то, что с нами происходит, это дело Божье, Божьего благоволения. Бог нас иногда ставит такие обстоятельства, чтобы все-таки испытать нас, потому что Он готовит нас для вечности. Он готовит нас для вечности. И для того, чтобы мы были готовы, чтобы мы были совершенны, чтобы мы были готовы для вечности, Бог нас проводит вот этими местами, которые иногда для нас кажутся неблагословением, но в конце они являются ко благу для нас. Они нам служат во благу. Всякие испытания, которые мы проходим. И знаете, Бог никогда не дает сверхсилы. Коринфянам первое послание, это 10 глава апостол Павел говорит такое слово, 13 стишок, «И верен Бог, который не попустит вам быть искушенным и сверхсил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести». Бог никогда не посылает испытания, которые Он знает, что мы Его не выдержим. Он не дает нам той нагрузки, которую мы не способны перенести. Он всегда знает нас, наш состав. Он знает, что мы должны это перенести. Он знает, что мы должны вынести это. И в жизни каждого из нас, я уверен, что были обстоятельства, которые Бог приводил нас, которые нам казались безвыходные обстоятельства, что мы не можем уже их перенести. Но Бог знает эти обстоятельства. Апостол Павел здесь говорит, что верен Бог, Бог верен. Бог не даст нам обстоятельства, которые мы не сможем перенести, которые мы не сможем вынести. Но иногда мы попадаем в эти обстоятельства, чтобы нам быть испытанными, чтобы в нас что-то выработать, чтобы мы были готовы. И знаете, апостол Иаков говорит нам, что с великой радостью принимайте это. Иакова, первая глава, Иаков говорит со второго стишка, с великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. И следующий стишок, первое слово, очень важное, очень важное. Я не знаю, если вы когда обращали на него внимание. Оно есть как бы залог того, что испытания эти, они приносят нам пользу. И здесь говорится, зная, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте. без всякого недостатка. И здесь Иаков говорит, зная, что испытания вашей веры, они производят терпение. И римлянам, пятая глава. Апостол Павел говорит, и не этим только. То есть, итак, с первого стишка, чтобы было яснее. Итак, управдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Здесь апостол Павел говорит о благодати Божьей, о том, чем мы спасаемся. И дальше говорит, и не этим только мы хвалимся, не этим только, но хвалимся и скорбями. Опять-таки, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения, опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым. Апостол Павел говорит о том, что мы хвалимся скорбями, почему? Зная, что эти скорби, они нам ко благу. Они приносят нам какую-то пользу. Эти скорби, которыми мы иногда сталкиваемся, они приносят нам определенную пользу. Они вырабатывают терпение. Они нас формируют, они преображают. А терпением в нас появляется опытность. А от опытности надежда. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым. Слава нашему Господу! И филиппийцам апостол Павел также говорит. Это тоже такое интересное место филиппийцы. Апостол Павел писал этой церкви филиппийцам, которая получила благодать Божью, которой апостол Павел говорил о Божьей благодати. И потом в конце 29-м стихе он говорит, потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Нам дано не только веровать, но и страдать за Него. И апостол Павел, когда писал послание к филиппийцам, мы смотрим, что он писал его, находясь в тюрьме, находясь в этих честных обстоятельствах. Он находился там, в притории, и он писал это послание церкви филиппийцам, которая познала Господа, познала благодать Божью, познала Его спасение, познала благословение, и он хотел, чтобы эта церковь, она также познала, что ради Иисуса Христа, по Его благодати, нам дано не только веровать, не только прославлять Бога, но и страдать за Него. И апостол Павел, находясь в тюрьме, он не знал, что с ним будет, но он уже говорил, он знал, что я, говорит, уже становлюсь жертвой, я уже знаю, что мое отчествие очень близко, я знаю, что уже я скоро встречусь с Господом, но он писал, и в этом послании к филиппийцам он не дал никакой нотки сожаления или же печали о том, что с ним происходило, но он говорил, что мои обстоятельства послужили к большему благовествованию. Так что узы мои сделались известны всей приторией, всему начальству, всем этим приторией, где находился император. И говорит, и многие даже, ободрившись моими узами, с большей ревностью стали проповедовать Царство Божие, проповедовать об имени Иисуса Христа. Апостол Павел, он это очень хорошо понимал, и он говорит, что вам, филиппийцы, тоже дано ради Иисуса Христа не только веровать, не только прославлять, не только петь, но и страдать за Него. Слава Богу, братья и сестры, и сегодня мы также, такие же самые, как когда-то филиппийцы, апостол Павел проходил этот путь, и мы также должны понимать, что мы идем тоже этим же путем. Когда мы смотрим на жизнь и хождение Давида, и мы смотрим, Бог его полюбил, Бог любил этого человека, Бог его использовал. Он дал большую победу Бог через Давида Израилю над этим Голиафом, над филиппельсинлянами. Когда он победил, да, все радовались, но что произошло? Саул очень огорчился. Почему? Давиду дали славу, а его как бы, как бы немножко поставили на второе место. Говорит, Давид победил тысячи, да? То Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И это пришло в его сердце, такое негодование, и он стал преследовать Давида. Он стал преследовать его. И Давид, хотя Бог сказал, ты будешь царем, он помазан был на царя, но сколько лет Давиду пришлось скитаться, бегать по этим пустыням, по пещерам, и Бог говорил, что я предам тебе врага твоего, руки твои. И это было испытание для Давида. Когда он пришел в пещеру, и там Саул, и его окружение говорит, вот это тот день, о котором говорил Бог, воспользуйся этим, воспользуйся. И что Давид сделал? Говорит, нет, я не подниму руки моей на помазанника Господня, не подниму. Это было испытание для Давида. Второй раз, когда все спали, да, окружение Саула, Саул спал, меч или копье у головы его стоит. Пришел Давид, и этот человек, его говорит, давай я его поражу одним ударом, не повторю удара. Давид говорит, нет, не надо этого делать. И он отрезал край одежды Саула, и написано, потом больно стало в сердце Давида, что он это сделал. И он этим самым, Бог сказал, что я нашел мужа по сердцу моему. Я нашел мужа по сердцу моему, который исполняет все желания мои. И поэтому, братья и сестры, мы также все находимся в нашей жизни, и Бог, Он дает нам эти, посылает все определенные обстоятельства, которые испытывают нас, которые в нашей жизни происходят для определенной цели. Апостол Петр говорит такое слово, первое послание Петра, первая глава, шестой, седьмой стих. «Осем радуйтесь, поскорбив теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера оказалась драгоценней, гибнущего, хотя огнем испытанного золота, похвале и чести и славе в явлении Христа Иисуса». Эти обстоятельства, апостол Павел говорит, «Об этом радуйтесь». О чем? О скорбях. Об этом радуйтесь. Поскорбив теперь немного, если надо, от различных искушений, ради чего? Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценной, драгоценней, гибнущего золота, хотя огнем испытанного в похвале и чести и славе в явлении великого Бога. И поэтому, братья и сестры, результаты этих испытаний, которые мы иногда проходим, они нужны в первую очередь самим нам. Самим нам. Результаты испытаний, которые мы проходим, они нужны в первую очередь нам самим. И от этих испытаний умножается наша вера. Наш духовный человек, он укрепляется в испытаниях, в трудностях, во всех обстоятельствах. И если мы не прошли этих искушений, наша вера, она не утверждается, она не есть крепкая. Знаете, когда делают сосуды, горчачник делает из глины, он делает определенный сосуд, он его вылепливает, он эту глину и работает над ним, делает этот сосуд, он прекрасный, красивый, имеет определенную форму, но он не готов. Его нельзя использовать до того, как он поставит его в печь. И в этой печи он проходит вот эту огнем испытание, то есть он проходит вот эту стадию, которая готовит его для делок, на которые он был сделан, этот сосуд. Но до того, как он не прошел вот этой стадии испытания огнем, он не готов. И поэтому Слово Божие говорит огненного искушения, посылаемого вам не чуждайтесь, как приключение странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, то в явлении славы Его тоже будете прославлены. Поэтому испытания, которые мы проходим, они укрепляют нас духовно. Они показывают в нам, что находится в нашем сердце. Наши испытания, они показывают нам, мы видим себя больше, мы видим то, что находится в нашем сердце. Они определяют или показывают нашу веру, насколько наша вера, она становится твердой. Испытания, они дают возможность нашей вере проявиться. Испытания, которые Бог посылает, они укрепляют нашу веру, они эту веру утверждают. Если бы не было испытаний, мы бы не знали, насколько наша вера способна делать то или другое в нашей жизни. Испытания в жизни нашей, они проверяют нашу жертвенность. Испытания, они проверяют, насколько мы готовы быть жертвенными во имя Господа, жертвовать во имя Господа. Они проверяют наше смирение. Испытания иногда проверяют, насколько мы способны смиряться, насколько мы готовы смиряться перед Богом. И знаете, испытания, которые мы проходим, они приносят славу Богу. Испытания впоследствии, они приносят Богу славу. Второе фессалоникийцам 1 глава 10 стишок говорит, когда он придет прославиться во святых своих и явиться дивным день он во всех верующих так, как мы веровали, так, как мы поверовали, вы поверовали нашему свидетельству. Поэтому очень важно в жизни нашей, чтобы нам доверяться Богу и проходить эти испытания. И знаете, испытания, они бывают от разных обстоятельств. они приходят к нам по разным причинам. Испытания бывают, когда в жизни происходят всякие нагрузки, нагрузка в нашей жизни. Испытания временем. Бывают наши надежды, которые мы возлагаем, они разрушаются. И этим самым мы испытываемся. Мы испытываемся. Бывает смерть наших близких, она также способствует испытанию нашему. Как мы относимся к этому, насколько мы доверяем Богу, насколько мы верим Богу. Бывает в нашей жизни мы на кого-то полагаем какие-то надежды, или же кого-то мы имеем нашим образцом жизни. Мы берем с них пример от человека, которого мы смотрим на него. И это для нас идеал. Мы берем с него пример. И вот происходят какие-то обстоятельства, что этот человек делает какие-то ошибки в жизни. Он поступает не так, как ему прилично, как этот человек должен был поступить. Где-то он поступил неправильно. И от этого мы как бы испытываемся. Это как бы нас подрывает нашу веру в этого человека. И мы думаем, ну, если такой человек вот так мог поступить, и мы разочаровываемся. Иногда мы разочаровываемся и думаем, Господи, вроде бы наша надежда была, мы смотрели на этого человека, а это оказалось как бы неоправданно. И поэтому Бог хочет, чтобы мы не надеялись на человека. Он хочет, чтобы мы понимали, что всякий человек, он может падать, он может ошибаться, он может делать неправильные поступки. И поэтому испытания, они нас укрепляют. И, конечно, очень много испытаний, они приходят через наши всякие похоти, наши желания, наши стремления. Бывает, желание наше, вот, как брат говорит, у него было сильное желание побыть в Америке, да, побыть в Израиле. У нас в Америке другие какие-то есть цели. Может быть, кто-то хочет, ну, несколько раз ездить где-то на векейшн каждый год. Может, кто-то поставил цель, да, достигнуть какого-то финансового уровня. Может быть, кто-то поставил цель, там, дом какой-то дримхаус купить, да, или что-то. И вот эти все наши плотские такие цели иногда нас повергают какие-то испытания, что-то не получается, что-то происходит в жизни не так, бизнес не идет, бизнес, может быть, остановился, экономика впала, все рухнуло, и мы, получается, приходим к какому-то краху. Знаете, у меня есть один приятель, мы в Вашингтоне вместе жили, и разум в апартментах начинали жизнь нашу, я пошел по Харварду, как и Саша здесь тоже коллега по этому, и он пошел строить дома, и пошел по этому бизнесу очень хорошо, много строил домов, у него получалось, а деньги были все там, и абсолютно пришло время, вот этот кризис, я слышу, он говорит, все потерял, все отдал банку, говорит, слава Богу, по нулям, пошел опять в апартмент, знаете, иногда бывают такие обстоятельства, брат из Калифорнии приезжал, один дракист тоже, говорит, было у него 4 или 5 домов, некоторые выплаченные, пришло время, говорит, все потерял в один день, и пошел в апартмент, это тоже испытание, а Бог говорил, что мы не должны как прилипляться к этому всему, и знаете, я хочу сказать, что мы должны проверять себя, насколько мы готовы в нашей жизни, насколько наша вера утверждается, и поэтому время уже вышло, и я хотел бы сказать, что пускай Бог благословит, что если в нашей жизни встречаются какие-то испытания, искушения, может быть, какие-то трудности, мы их не понимаем, но Иаков говорит, с великой радостью принимайте это, принимайте с великой радостью вот эти испытания, трудности в жизни, почему? Потому что они служат нам ко благу, они делают нас лучшими, они производят в нашей жизни определенную работу, которую Бог определил для каждого из нас, у них есть цель в этих испытаниях, чтобы мы были лучше, чтобы мы усовершались, и тогда, когда мы проходим эти испытания, и мы их переносим, написано, блажен человек, который переносит искушения, переносит, он был испытан, получит венец жизни, который даст ему отец, и дальше Яков говорит, а кого не достает от мудрости да просит у Бога, немало не сомневаясь, и я думаю, что этот стих, он конкретно относится к нашим испытаниям, к нашей жизни, к этим всем обстоятельствам, если в нас не хватает мудрости, если мы не понимаем, что с нами происходит, почему в нашей жизни именно слаживаются эти обстоятельства, апостол Яков советует, говорит, что вы просите у Бога, и Бог даст вам мудрости, вы будете знать. Знаете, испытания приходят от разных источников, сегодня уже нету времени говорить, Иисус Христос, иногда испытания были от близких людей, от близких, от тех, которые окружали Его, написано в одном месте Иоанна, что Его братья даже не веровали в Него, не веровали в Него, они говорят на праздник иди в Иерусалим, ты тоже должен идти туда, потому что если ты такие дела делаешь, яви себя миру, яви себя миру, и там написано, его братья не веровали в Него, и через них происходили эти искушения, испытания, апостол Павел тоже говорил, когда он шел в Иерусалим, да, и братья окружающие его говорили, не ходи в Иерусалим, не ходи, пророчество есть, что узы скорби ждут тебя там, не ходи туда, а он говорит, что вы делаете, что вы делаете, что вы сокрушаете сердце мое, говорит, я готов не только быть там в узах в Иерусалим, и я готов умереть ради Иисуса Христа в Иерусалим, но это были очень большие искушения, испытания для апостола Павла от своих братьев, которые, если бы он не был утвержден, и он мог бы, как сказать, поддаться на них, на эти испытания и не идти в Иерусалим, но апостол Павел твердо знал, что он должен быть там, что он должен быть там, он знал, что там узы и скорби ждут его, но он знал, что этим путем он должен пройти, и он пошел этим путем, поэтому да благословит Бог, братья и сестры, чтобы нам понимать, что ради Христа нам дано не только веровать в Него, не только понимать, что мы спасены благодатью, да, мы спасены, мы даром, мы через жертву Иисуса Христа спасаемся, но ради Христа нам дано не только это, но дано и страдать за Него, и я это говорю потому, потому что мы на пути, братья и сестры, мы на пути, и нас тоже, каждый из нас ожидает обстоятельства, сейчас вроде бы благополучие, наш президент вроде бы он благосклонен к христианам, но да, и поменяется немножко ситуация, и наша обстановка может сильно поменяться, и тогда может быть прийти испытание нашей веры, братья и сестры, мы должны к этому быть готовы, мы должны быть готовы, чтобы мы были готовы ради Иисуса Христа не только веровать, но и страдать за Него, но быть испытанными, пускай Бог благословит, мы давайте придем к молитве, будем молиться Богу, будем благодарить Его за то, что мы сегодня имеем прекрасное время, но будем также нуждаться, чтобы Бог благословил нас, что когда придут обстоятельства, которые нам будут непонятны, может быть, чтобы в это время мы доверялись Богу, чтобы наша вера была твердая, чтобы она утверждалась, чтобы мы с великой радостью могли принимать обстоятельства, которые может быть не совсем приятные для нас, да благословит Бог каждому из нас, давайте мы склоняясь, прославим нашего Господа. Субтитры сделал DimaTorzok